всем привет вы на канале крипто комманс нас уже с вами 71 с половиной тысячи подписчиков ребята большущий респект спасибо и давайте напишем в комментариях как вы думаете кто быстрее пробьет сотку наш канал или bitcoin вот хотелось бы конечно чтобы bitcoin но пока что наш канал вырывается вперед за что вам огромное спасибо напоминаю вам что у нас есть также второй канал крипто комманс 20 на котором мы регулярно выкладывали переводы зарубежной аналитики специально для вас на абсолютно не коммерческой основе по доброму желанию так сказать но в итоге нам все равно почему-то youtube отключил монетизацию в связи с того что здесь весь контент ну типа просто переводы до не оригинальный контент и мы решили сделать небольшую рокировку сейчас мы будем делать полуавторские видео с частичными переводами и поэтому сейчас я выкладываю на первый канал видео кевина свенсона который перевел для нас серфе очень крутое видео новое от кевина со своими перебивочками авторскими а на этот канал я видимо буду стримить на второй потому что нам нужно поднимать видите всего 31 тысяч подписчиков и нужно делать сюда авторский контент чтобы они нам вернули монетизацию давайте сначала скажу пару своих слов по рынку потом перейдем к анализу кевина что мы видим отскок по биткоину тем не менее все еще ой это у нас сетка фибоначо ну кстати как вариант даже в коррекционной структуре вот мы можем сходить на как минимум на 038 или на 05 или даже на 61 и 8 если вы верите в продолжение медвежьего сценария я верю в продолжение бычьего сценария поэтому как мы туда пойдем меня особо не колышет что называется и когда мы туда пойдем тоже потому что ну какая разница если послушайте вот вчера говорил с кем-то в чате про битдау да какая разница 2 или 3 года он будет или каста там да сейчас выйдет на бирже скоро каста кстати по ходу на байбит она выйдет судя по слухам купите вы касту там по 3 цента по 4 цента доходит по 5 центов какая разница если вы потом вы будете продавать по 30 по 50 долларов правильно срубите вы свои там тысячи иксов когда она там будет доход через пять лет согласны ну через два через три слушайте ну а так чё вот биток у нас в нисходящем канале все еще такая отрезвлялочка от грине биток все еще в нисходящем канале находится и конечно ему стоит пробиться из него наверх так то по хорошему чтобы говорить о туземоне а пока ну да вот мы видим четырех часовик достаточно бычий зеленые точки по доту вообще у нас вот тут желтая точка на самом деле была на пчут позеленела но по доту очень сильный дивер заходной как вариант тоже дисклеймер не финансовый совет естественно но хорошо смотрится дот вчера забыл посмотреть трон кто смотрел мое видео просят посмотреть трон из трона ушел джастин сан прекрасная новость на самом деле потому что трон стал еще более децентрализованным таком случае трон к биткоину ну что здесь конечно недельки все никак не пробьем с вами вот нисходящее сопротивление которое бы уже пора нам пробить и вот прямо сейчас мы с ним сражаемся да поэтому смотрите какой-то момент трон в любом случае это сделает и я думаю что нас ждет очень хорошее движение к биткоину а следовательно и к доллару тоже следовательно и к доллару посмотрите мы все еще удержим нашу экспоненциальную поддержку средних скользящих сетку и my ribbon поэтому ребят не вижу причины медведить сейчас потому что рынки отскакивают рынки разворачиваются и я думаю что это не просто отскок духу и кошки а что это реально полноценный разворот потому что ну слушайте ну не может быть и рынок закончится вот так по биткоину ну просто не может это мое мнение дисклеймер конечно не финансовый совет давайте теперь посмотрим что скажет старина кевин свэнсон и потом вернемся я подытожу и так первое что я хочу отметить сегодня я вижу как невероятно бычий сигнал график который у меня сейчас открыт на нем свечи хайка наши вместе с проболическим стопа реверс индикатором и что мы видим сегодня первый раз с начала декабря это на дневном графике вот здесь бычий переворот на проболическом стопа реверс индикаторе мы видим эту белую точку внизу у нас только что был наш первый бычий разворот за довольно длительное время и это очень мощный индикатор который очень надежен по моему мнению по большей части у нас есть сигнал на дневном, но более надежный сигнал. Это трехдневный график. Потому что если вы посмотрите на трехдневный график и то, как параболический стопореверс индикатор отрабатывает вместе со свечами хайконаши, они невероятно точны в указании на развороты тренда. Если мы посмотрим сюда, на 22 июля у нас был бычий переворот на параболическом стопореверс индикаторе и он двигался со свечами хайконаши до абсолютной вершины этой области 5 сентября. Потом он перевернулся в медвежью сторону и оставался медвежьим вместе со свечами хайконаши до дна. Вот здесь, перед началом октября, когда у нас был бычий переворот. И потом он двигался наверх до вершины в 69 тысяч и перевернулся в медвежью сторону вместе со свечами хайконаши и оставался медвежьим до нынешнего момента. Трехдневный график со свечами хайконаши и параболическим стопореверс индикатором будут очень важным сигналом для меня. Итак, чего я сейчас жду в следующие несколько дней, это получение этого переворота в бычью сторону. Я хочу увидеть, как стоп и реверс перевернется сюда и также жду, когда свечи хайконаши на трехдневном графике станут зелеными. И как только мы это получим, я думаю, что очень сильно увеличится вероятность того, что мы получим многонедельное восстановление от этой точки. Что мы увидим, как биткоин будет двигаться наверх в сторону уровня в 60 тысяч на входе в 2022. Я думаю, это очень-очень вероятно. Теперь перейдем обратно к обычным свечам. Мы видим, что биткоин пробивается через это краткосрочное нисходящее сопротивление на дневном графике. Мы начинаем подтверждать вероятное дно. Оно не подтверждено еще, но это вероятно случится вскоре. У нас есть первый краткосрочный увеличенный максимум, но на самом деле мы хотим подняться над 50 тысячами. Если мы поднимемся над 50 тысячами, я думаю, что это подтвержденный бычий разворот. Потом я буду ждать быстрых движений на 53 500 и выше. Я невероятно настроен по быче сейчас, и это не только графики и тренды, это также некоторые другие индикаторы и ончейн метрики, одна из которых множественная мэйера. Я уберу себя с экрана. Множественная мэйера отслеживает расстояние цены биткоина от 200-дневного мувинга. И что вы можете видеть? Это то, что здесь внизу. Мы сейчас на единице. У нас был полный сброс множественного мэйера. Отдалившись обратно, мы можем видеть, что вершины обычно появляются в районе 2,5. Вершина 19-го, вершина 65 тысяч и также предыдущие бычьи рынки гораздо выше этой области. У нас был полный сброс на множественного мэйера. Это означает, что очень вероятно, что у нас достаточно места для движения наверх. Я смотрю на множественное пиола. Оно отслеживает прибыльность майнеров, биткоин майнеров, потому что майнеры биткоина это самые большие продавцы, самые большие медведи в рынке, потому что им приходится продавать биткоин, чтобы платить за электричество и все остальное. Итак, глядя на множественное пиола, у нас также был полный сброс. Посмотрите на это, мы опять на единице. И когда множественное пиола на единице, это обычно указывает на то, что мы в очень нейтральной зоне или в потенциальной зоне дна. Множественное пиола полностью сбросилось, глядя на эту метрику. Обычно на уровне в 2,5 появляются вершины, как в 65 тысяч или в 19. На уровне в 2,5 образовалась вершина на 14 тысячах или вот здесь в 2017. Мы были в этой области довольно длительное время. Мы сидим в хорошей зоне в плане прибыльности майнеров. Это попросту означает, что майнеры в невероятно нейтральной позиции в плане прибыльности. Это означает, что у них нету причин для продажи. Они не получат прибыли, они только выйдут в ноль, если будут здесь сбрасывать. Так что более вероятно, что майнеры остановят продажи, снизят давление, пока не получат лучшее предложение в плане цены биткоина. И новая фишка от биржи PrimeXBT. Они запускают соревнования на виртуальных счетах с реальными призами. Контест модуль. То есть вам ничего не надо делать, не вносить никакие депозиты, просто регистрируйтесь. Вот здесь вот вступаете в competition, участвовать. Выбираете соответствующий модуль, который доступен вот через 7 дней. Пишите свой ник, подтверждаете и вступаете. Фишка в чем, что вы не рискуете своими реальными средствами. Вам зачисляют виртуальные средства на счет. А вот призовой фонд выделяется из реальных средств. То есть 100 тысяч долларов делится между первыми местами. Победитель, который займет первое место, получает крышесносный бонус в размере 50 тысяч долларов на свой марджин счет. Второй получает 20, третий 10 и дальше уже там делится вот между 500 долларов и 7 тысяч между остальными. Никакие депозиты не нужны, никакой комиссии, просто торговля на демо счете, грубо говоря, в котором абсолютно точная симуляция торгов и ликвидности. Торговать можно как и криптой, так и форекс валютами, металлами, нефтью, индексами, акциями, всем остальным. Так что вот такое вот интересное состязание. Ссылка на PrimeXBT, естественно, в описании. Попробуйте себя в торговле на демо счете и получите реальные призы на свой торговый счет. Ну а мы продолжаем. Да, обзор этой биржи тоже есть у нас на канале. Кому интересно, посмотрите, сейчас он появится сверху. Что я могу еще сказать, что альты к биткоину сегодня отскакивают, что подтверждает все-таки, что у нас с вами альт сезон. Вот, посмотрите, 9 из 10 альтов в зеленой зоне к биткоину, с исключением эфира, который тоже, я думаю, скоро будет в зеленой зоне. Космос вообще радует сегодня, космос попер наверх, начал выходить в плюс мой небольшой лонг. XRP тоже, как я вам и говорил, улыбка чеширского кота, кто смотрел меня на днях. Абсолютнейшая улыбка чеширского кота. И вот эти вот штуки, вот эти вот лонг-сквизы, это абсолютно ясный заходной наверх, потому что, ну слушайте, вот тут всех маржинальщиков просто побрили и полетели, как говорится. Поэтому, смотрите, да, есть, конечно, красная свеча объемов, но на полыне вообще это все смотреть неправильно, потому что на полыне давно уже объемов нет, к сожалению, хотя это старейшая, крутейшая биржа. Некогда, когда не было Binance, еще на 2016-2017 был ранее, весь объем был на полыне. И эфир, и дэш росли там с 2 долларов до 1500, все было на полыне. Вот, но на XRP мы увидим что? Что на 4-х часовике? Вот мы видим эту улыбку чеширского кота, ребята. Это реально такой паттерн, это не прикол. Вот, и, конечно же, это пойдет наверх, тут как бы без сомнений. И Stellar, кстати, мы давно не смотрели, тоже ходит за риплом. То же самое, ребята, он даже еще улыбку чеширского вот только начал рисовать. Stellar, короче, очень дико перепроданный, на мой взгляд, искусственно сдерживает вот эту зону всю, в районе 500-600 сатоши. И к доллару кто это торгует? Ну, тут, в принципе, плюс-минус то же самое. Вот он мнется по дну, размазывается. Я думаю, что скоро нас ждет очень сильный выстрел по Stellar. Но тут, конечно, да, уже дном это на недельках сложно назвать, потому что, смотрите, он, грубо говоря, двойную вершину отрисовал, да? Он не переписал этот хай. Но, на мой взгляд, ребята, это просто ступенька. Это ступенька, которая будет вот такой ступенькой. Поэтому, не знаю, Stellar тоже держу, добираю к биткоину. Вот он все еще в этом канале накопления находится. Я думаю, что сейчас одни из самых вкусных цен, которые мы вообще увидим в этом рынке. Может быть, это будет дно как раз следующего медвежьего рынка, и то оно чуть-чуть поднимется. Но, дисклеймер, это просто мое мнение. Neo, кстати, тоже, посмотрите, хорошо дампанул после этого припампа. Тоже можно подбирать, на мой взгляд. Maker кто-то просил посмотреть. Maker BTC. Ну, Maker вообще во флете. Maker просто во флете. И тоже можно добирать. Maker во флете, как был Basic Attention Token недавно. Помните, он после этого вот так вот сделал? Он после этого сделал вот так. Так что вот что. А вот насчет маны, насчет матика и маны. Ребят, ну, как бы это уже не во флете. Вот, во флете это мы вот обсуждали. Вот здесь вот такие штуки я люблю подбирать. Вот такие штуки уже на свой страх и риск подбирайте. Как бы в шорт тоже аккуратнее. Лучше сейчас, наверное, не вставать. Хотя в какой-то момент это будет обязательно вот так. Вот. И матик, и мана. Вот. Ну, на мой взгляд, это верхняя граница канала. И я бы сейчас не стал. Я бы ланговать стал где-то от сетки, только если мы упадем туда. Вот. Как-то так. То есть тут даже, в принципе, я вам не нужен. Потому что техника моя работает, если вы покупаете внизу, а продаете наверху. Вот и все. И там, где мы сейчас наверху, как минимум это покупать не надо. Я не призываю это шортить, но как минимум покупать не надо. D-Y-D-X. О, нихрена себе, давно я не смотрел. Все хайпили эту тему. Все хайпить D-Y-D-X начали вот здесь, на недельках, когда мы были. И сейчас она упала вон как низко, да. Но это платформа децентрализованного марджин трейдинга. Слушайте, ну вот сейчас, кстати, уже скорее всего имеет смысл подбирать D-Y-D-X. Потому что уже многих тут ликвиднуло, я думаю, на самой их платформе. Поэтому, конечно же, это в какой-то момент, ну, как бы все идет волнами по синусоиде, понимаете? Даже если это во флете. А может быть, это и выше пойдет. Так что D-Y-D-X интересно выглядит. Доджкоин не трогаем, как я вам и говорил. К биткоину он падает, 350 сатоши. Все точно по нашему сценарию идет. Вот здесь я вам говорил, что это все, это 100% шорт. И вот он идет практически без отскоков. Соболезную всем, кто застрял в догах, в шибе, во всяком говне. Ребята, следуйте стратегии. Покупайте на лаях, продавайте на хаях. И все будет за-ши-бись. За-ши-битлз все будет. Вот, ну а с вами был Гринни, это канал Крипты Комас. Спасибо, что смотрите, с вас подписки, лайки, с нас контент. Ставьте стопы, тейки, всем профитролей. И увидимся скоро. Субтитры сделал DimaTorzok